Мелодия Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые гости и телезрители! Поступил субботний вечер, и мы вновь встречаемся в музыкальном салоне ресторана «Застолье». Потому что в эфир 11-го канала выходит любимая вами программа «Моя мелодия!» И мы, и мои ведущие, автор и руководитель программы Алла Тархова, актер Пензенского драматического театра Павел Тачков, и сегодня нам помогает пианистка Татьяна Пшеничнова. Дорогие друзья, тема нашей сегодняшней передачи необыкновенно актуальна. Это семейные традиции, это семейные ценности. Это то, что передается по наследству, то, что помогает сплотить семью, чтобы муж и жена, брат и сестра, все самые близкие люди понимали друг друга, любили друг друга. Итак, у нас сегодня гости из Каменки, семьи. И начнем с патриархов. Это Валериан Ахатович и Осия Исхаковна Канеевы. Здравствуйте! Добрый вечер! Самое главное качество, с которым я была просто покорена, то, что этот замечательный человек, глава семейства, сделал все, чтобы одной из главных семейной традиций большой семьи Канеевых стало чтение книг. Потому что и папа, и дедушка, все любили читать. Вот расскажите об этом, пожалуйста. В то время телевидения не было. Был слабый развит телевидение. Ну, отец нас приучил, он и политработник был, и в райкоме работал после демобилизации. Приучил нас читать с первых классов. Покупал нам, зарплата небольшая была, но нам каждый раз покупал книги. Я видела библиотеку у Лены Ахатовича. Это что-то необыкновенное. И все-таки вернемся. Да, программа у нас музыкальная, я не отстану. От вас хоть один куплет песни про электричество. Да, это студенческое время, сочиняли там и пели. Ну, куплетик, да? Да-да-да-да-да-да-да. Нам электричество сделать все сумеет. Нам электричество тьму и мрак развеет. Нам электричество наделает дела. Нажал на кнопку, чик-чирик, поехала, пошла. Расшуточная, интересная. Основной интересной, но времени нет. Спасибо. Ну что, что недопели вы, да поет ваш внук Тимур. Леонтьев. Тимур, что ты сегодня споешь? Сегодня я спою песню «Я джазмен». «Я джазмен». Пожалуйста. Я сегодня выступаю, посмотрите, я какой. Я ведь парень современный и, конечно, деловой. Очень музыку люблю я, и на сцене в стиле джаз. Я пою и я танцую в этот час сейчас для вас. Я джаз, джазмен. Я ведь джаз, джаз, джазмен. Я джаз, джазмен. Лопайте со мной. Я джаз, джазмен. Я ведь джаз, джаз, джазмен. Я джаз, джазмен. Парень за водой. Я воспитан, вы как бенди, джентльмен. Я хоть куда подаю я руку дамам, вот какое, господа. Время дара мне теряю, образованным расту. Я пою и я танцую, стать джазменом я хочу. Я джаз, джазмен. Я ведь джаз, джаз, джазмен. Я джаз, джазмен. Хлопайте со мной. Я джаз, джазмен. Я ведь джаз, джаз, джазмен. Я джаз, джазмен. Парень за водой. Я джаз-джазмен, я ведь джаз-джаз-джазмен Я джаз-джазмен, хлопайте со мной Я джаз-джазмен, я ведь джаз-джазмен Я джаз-джазмен, парень за мной Я джаз-джазмен, парень за мной Пар apa, бра, бра... А мы переходим к хранительнице семейного очага. Итак, знакомьтесь, Асия Исхаковна. Алла мне про вас очень много рассказывала, очень много, но весь ее рассказ умещается в одно слово. Вы женщина, женщина с большой буквы. Я прав? Да, Асия Исхаковна во время нашей встречи три раза меняла свои наряды. У нее менялись бусы, брошки, но при этом она еще каждый раз приходила с новыми пермячами. Это было что-то необыкновенное. Спасибо вам. Вы действительно истинная женщина. И, видимо, это еще одна ваша семейная традиция, которой придерживаются вашей дочери и в будущем все женщины, которые пойдут по вашей линии. Быть всегда красивой, быть всегда ухоженной и быть заботливой. Спасибо вам. А теперь рассказывайте, как познакомились друг с другом. Да, да, вам микрофон. Валерианчик мой приехал в Кикинград, село Кикино, я так называю. Учился на пятом курсе. Как только приехал, я влюбилась в синие глаза и пивунья. Зорька, ласточка моя, умный, симпатичный, очень талантливый. Ухожу очень за мной. А это правда, что он вас украл? Да, очень, да, украл. Это так было положено по татарским законам? Да, именно. А еще говорят, что вы благодаря ему научились фотографировать. И 25 лет фотографировали в местном ЗАГСе. Написал письмо маме. Пусть она в вечернюю школу ходит, в восьмой класс и заканчивает. Она год проучилась. А для чего? Ну, чтобы и русский язык лучше знала. А в семье я потом заставлял ее только на русском языке говорить, чтобы дети чисто научились говорить по-русски. А потом, говорю, ты их по-татарски научишь говорить. Замечательно. Придумай сам себе жену и сделай. Молодец. Ну что ж, а еще я знаю, что Асия Исхаковна замечательно поет, замечательно танцует. Да вообще умница и красавица. Асия Исхаковна, что вы нам сегодня споете на нашей программе, посвященной семейным традициям? Что вы сегодня споете? Песня о маме. Песня о маме. Друзья, ну мы приглашаем Асия Исхаковна. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ ПЕСНЮ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ты меня вывела на жизненный простор Сердце твое как сад с дыханием всяких вод Теперь я взрослая, но для тебя, дитя Это я чувствую в твоих глазах всегда Теперь я взрослая, но для тебя, дитя Это я чувствую в твоих глазах всегда Спасибо большое Спасибо большое Спасибо большое, Асия Искаковна Мы все плакали, слушая вашу песню И спасибо Светлане Ахатовне, которая вам подпевала И вашим дочерям Действительно, традиция семейного музицирования уходит в далекое прошлое Пенза славилась своими музыкальными салонами в 19 веке Да, был свой музыкальный театр Была своя народная консерватория Возглавлял все это действие знаменитый композитор и хоровой деятель Вазерский И, конечно же, в Пензе были одни разначальники музыцирования А вот Каменки сейчас возрождает и сохраняет семейные традиции и ценности Главный специалист по культуре города Каменки Ольга Константиновна Дятлова Друг программы «Моя мелодия» Здравствуйте Здравствуйте, Ольга Константиновна Добрый вечер Я знаю, что семьей Канеевых у вас есть свои особенные традиции Вот об этом, пожалуйста, поподробнее Да Вообще, эту семью я знаю на протяжении более двух десятков лет Это, как уже здесь говорилось, несомненно, очень творческая, очень добрая и очень-очень гостеприимная семья И у нас с моей подругой и ее сыном, моим крестником, сложилась такая традиция, что ежегодно 4 января мы приходим к ним в гости Мы идем эти семь километров с Сельмаша, это есть у нас такое, это самое Пешком По снегу Преодолевая поля Там у нас есть дачный массив Край леса И только вот где-то к четырем часам Выходим в час И где-то к четыре часа мы появляемся Приходим к ним В этих людях столько много доброго Столько души Так у них душевно Что вот просто хочется Спасибо, Ольга Константиновна Мне вот интересно, а вот дети Гульнара, Виктория принимают участие вот в этом походе, встречают гостей дорогих? Да, конечно Мы много лет знакомы и с Ольгой Константиновной, и с ее подругой, с которой она приходит к нам в гости Ну и семейные традиции, конечно, сыграли большую роль в становлении меня как музыканта Все время я с детства слышала песню И вот уже 12 лет я сама увлекаюсь эстрадным вокалом и преподаю его детям Также у меня училась и Гуля, моя сестра Также учился и Тимур, и Катя, и мой сын, и моя дочь Выходи, и микрофон не забудь АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ла-па-па-па-ра! Это старый саксопол, старенький сундук хранит. Бабушка сказала, что на нем дед мой чудеса творил. Кто-то их поверит, скажет, мол, не грел. Нас соседи утверждают, музыка-то был мой дед, музыка-то был мой дед. По наследству джазу страсть, и она не угасает. Если слышу саксопол, сердце замирает. По наследству джазу страсть, а причина дед. Но поверьте, чтоб не мог, у меня в пяти нет. Эти старый саксопол, столько в жизни повидал. Я его на память захраню, ведь на нем мой дед играл. Кто-то не поверит, скажет, мол, не бред. Нас соседи утверждают, музыка-то был мой дед, музыка-то был мой дед. По наследству джазу страсть, и она не угасает. Если слышу саксопол, сердце замирает. По наследству джазу страсть, а причина дед. По наследству джазу страсть, и она не угасает. По наследству джазу страсть, и она не угасает. Если слышу саксопол, сердце замирает. По наследству джазу страсть, а причина дед. Но поверьте, что ты мой, у меня все привет. Пам-пам-пам-пам-пам. Итак, она звалась Гульнара. Да. Здравствуйте, Гульнара. Здравствуйте. Ну, вы, наверное, являетесь первопроходцем в передаче «Моя мелодия». Сначала были вы, а уж потом все остальные члены вашей семьи. Вот расскажите, пожалуйста, о ваших родителях. Что они вам дали? Так, примером на моем жизненном пути были всегда, конечно, для меня мои замечательные родители, которых я очень люблю. Папа всегда был и является для меня кумиром. Он активный, жизнерадостный, деятельный, работоспособный. Мама была всегда эталоном красоты, женственности и совершенства для меня. Я училась у нее всегда, и учусь гостеприимству, ведению хозяйства. Да, спасибо, Гуля, спасибо, Ольга Константиновна, что вы познакомили меня сначала с Гульнарой, потом я познакомилась с Евгением, потом с сыновьями, а теперь я познакомилась со всей прекрасной семьей Канеевых. И вы знаете, я всегда думала, Паш, Павел, откуда в Гульнаре вот такая вот аристократичность, откуда такая внутренняя какая-то сдержанность? Теперь поняла? Да, потому что такие родители, такие корни, это дорогого стоят, аплодисменты. Гульнара, просим на сцену тебя. А что вы нам споете, Гулинка Сергеевна? Я спою песню «Обижаюсь на тебя». Ну это шутка. Да, конечно. Спасибо. Три дня с тобой не виделись, Три долгих-долгих дня. А это я обиделась. На что, какая разница, Но чем-то же обидел ты меня. Обижаюсь, обижаюсь, Обижаюсь на тебя, Обижаюсь на тебя вновь и вновь. Обижаюсь, это значит, Продолжаюсь для тебя, Продолжается наша любовь. Обижаюсь на тебя, Обижаюсь на тебя вновь и вновь. Обижаюсь на тебя вновь и вновь. Обижаюсь, это значит, Продолжается моя любовь. Продолжаюсь, это значит, Продолжаюсь для тебя, Продолжается наша любовь. Три дня живу и чудится, Три долгих-долгих дня, Что это все забудется, Что это все забудется, И мы с тобой помиримся, И больше не обидишь ты меня. Обижаюсь, обижаюсь, Обижаюсь на тебя, Обижаюсь на тебя вновь и вновь. Обижаюсь, это значит, Повторяюсь для тебя, Повторяется наша любовь. Обижаюсь, это значит, Продолжается моя любовь. Обижаюсь, это значит, Повторяюсь для тебя, Повторяюсь для тебя, Повторяется наша любовь. Обижаюсь, это значит, Повторяюсь для тебя, Повторяется наша любовь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер, спасибо тебе, что ты всегда приезжаешь на нашу программу, Что вы вновь всей семьей с Гульнарой, со своим старшим сыном Валерием, с Тимуром, со всеми своими близкими и родственниками. И все-таки рядом с тобой сидит Гульнара. Долго боролся за свою счастье? Расскажи. Боролись, 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 все-таки доборолись ведь. Препятствия были всякие разные. АПЛОДИСМЕНТЫ Летчиком проще, он является собственником авиационного училища Киевского. Киевского. Поэтому, вот об этом уже можно рассказать. Ну, закончил училище, потом шесть лет Грузии, потом Белоруссия, потом город Каменка. Вот, и здесь мы познакомились, вот, любовь туда-сюда и... Ну, ты сразу понял, что ты не можешь жить без этой татарской царевны. Обязательно. Я понял, что это королева вдохновения. Королева вдохновения. А ведь это та песня, которую они сегодня будут петь, премьера. Да, у вас не только семейный, но и музыкальный дуэт. Да. Что сегодня исполнится? Королева вдохновения. Да, это здорово, что сегодня у Евгения дебют, и что они специально сегодня с Гульнарой готовили вот эту любимую песню королевы вдохновения. Ну что ж, удачи вам, ребята. Выходите. И не бойтесь. Спасибо. 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 О тебе, все мои стихи ... Для тебя свет в моем окне... Замолю я твои грехи, Жаль, что приходишь лишь во сне по тебе. Слезы тьет душа, Стерты все обещания, Но в моем теле чуть дыша, Теплится ожидание. Ты моя, королева вдохновения, Ты моя, воинительница слов. Ты моя, но субвы хитра сплетения Не дают нам с тобой быть рядом вновь. В каждом сне я ищу тебя, Но ветер заняла следы. Приходи, все тебе прощу, В сердце остался только ты. Мы не смогли любовь сберечь, Не нашли мы свой верный путь. Я пишу фразы через пол, Мне тебя больше не вернуть. Я твоя, королева вдохновения, Я твоя, повелительница слов. Спасибо Гульнара, спасибо Евгению, Евгению огромное спасибо за смелость. Да. Ну а мы продолжаем. Да, дорогие друзья, и очень приятно, что родоначальником профессионального музыкального образования в этой прекрасной семье стала Светлана Ахатовна Канеева, младшая сестра Валерина Ахатовича. Вот что вы можете сказать, какие семейные ценности в вашей семье продолжаются сегодня в семьях вашего брата, ваших племянников и в вашей личной семье? В нашей семье всегда ценилось образование. Образованы были наши дедушки, наши родители. И мы, конечно, с братом и сестрой постарались дать образование нашим детям. Ну и, конечно, как вы увидели, наша семья очень музыкальна. В нашей семье почти все поют. Еще главной особенностью, главной традицией нашей семьи является то, что все праздники, все торжества мы всегда собирались у представителей старшего нашего клана, нашего рода. Сначала это были мои родители. Теперь центр притяжения нашей семьи. Это семья моего брата Валерия и Аси. И я хочу пожелать своим племянницам Виктории, Гульнари и Надюше, которой сейчас нет, она в Москве находится, чтобы они, вот эти традиции, любовь к образованию, к музыке, заботу о ближних, любовь к своим родным сохранили и передали своим детям и внукам. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, наша программа подходит к завершению. О всех семейных традициях этой большой музыкальной семьи мы не успели рассказать. Но мне кажется, мы успели рассказать о самом важном и ценном в семье. Да, и в финале нашей программы мы напоминаем вам, дорогие друзья и телезрители, звоните нам по телефону 30 96 18, пишите нам на наш электронный адрес. Мы хотим услышать отзывы именно об этой программе, о семейных традициях семьи Канеевых, Леонтьевых, Волшковых. Вот берите с них пример, будьте добрыми, любящими, заботливыми вместе с программой «Моя мелодия». А теперь мы приглашаем вас на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...